А вот с вами Юлик, мы смотрим эту жизнь, ролик называется Я сбежала от родной матери приемным родителям Это закончилась трагедией, вот это да, вот это неожиданно Делаешь глупые вещи и это кончается трагедией, ну давайте посмотрим Всем привет, меня зовут Хайди И уже можно? Нет, Хайди, нельзя, подожди, два годика И у меня две матери, как такое возможно? Я расскажу вам, но это займет время Ну как бы половинка меня росла в одной маме, половинка в другой маме Они меня родили, сшили, слепили вот так, как голема, как миньона из глины, блять Франкенштейна монстра, и вот она я такая получилась Итак Поэтому у меня две вагины, я очень успешная порноактриса На этом все, вся моя история закончена Рода у мамы проходили очень тяжело, хотя со мной все было в порядке Она потеряла много крови и впала в кому Наверное, потому что когда ты рождалась, ты вот так делала Не доставайте меня Когтями, когтями, буду сарапать Не смейте меня отсюда доставать, здесь хорошо и уютно Они не могли отыскать ни моего отца, ни других родственников Они также не смогли сделать никаких прогнозов Слушай, твою маму случайно не зовут, как ее звали, Оливия, из предыдущей истории А состояние моей матери Поэтому у них не было другого выбора, как отдать мне приемной семье Они договорились, что я буду жить с ними, пока моя мать не выйдет из кома Если это вообще произойдет Но шли годы, мне исполнилось 6 лет Но ничего не поменялось Приемные родители не говорили мне, что я Такая вот затусила с байкерами, забеременела Родила девочку, 6 лет в коме пролежала Присыпаешься, такая, господи, господи А вышла новая история, игрушки, я бы посмотрела И я счастливо жила с любимыми папой и мамой в небольшом городке в Миннесоте Сложно было желать лучшего, пока не настал папин день рождения Дома была шумная вечеринка, куча друзей, барбекю Барбекю прям до... да нормально Что у нас, 10 этаж, здесь тель висит и деревянный потол Нормально, доставай барбекюшницу Ааа, мы все горим Было так весело Папин телефон буквально разрывался Барбекю, салют Твоему папе исполняется 9 лет Хуёво же он выглядит для 9-летки Было так весело Папин телефон буквально разрывался от звонков Многие хотели поздравить его с днем рождения Алло Сука, когда долг вернешь, до свидания, спасибо за поздравление Кто звонил? Никто Точно не коллег, кто же Раздался очередной звонок Довольный папа снял трубку в ожидании следующего поздравления Однако улыбка исчезла с его лица Он побледнел Я распереживалась, но он сказал, что все в порядке После вечеринки родители заперлись в своей комнате Я безуспешно пыталась подслушивать Но они говорили шепотом Затем мама разревелась Это так сильно напугало меня Отвратительная анимация Все, твоя мама тебе не мама Поедешь тусить с теткой, которую ты не знаешь Которая шесть лет в коме пролежала Которая ничего не знает о мире за последние шесть лет Которая такая Блин, клевый новый сериал вышел Называется Breaking Bad Давай посмотрим вместе первую серию Ломилась в комнату, потребовав объяснить мне, что происходит И они рассказали мне правду Они рассказали про мою настоящую мать Ее кому и звонок Папе сообщили, что моя мать очнулась Что после не продолжить Где мой ребенок? Где мой, блядь, ребенок? Где? Я вроде немного пила Где мой, блядь, ребенок? Просто бухая поехала рожать Вот чем это все закончилось Она будет готова забрать дочь Как ей было оговорено Я была в отчаянии Я просила родителей не отдавать меня Наверное, я выплакала все глаза Наверное, наверное, и не стоит отдавать Ребенка-то, наверное, можно послушать Ребенок имеет право голоса в таких ситуациях Слушай, тебя отдадут Бездомные собаки А я что думаешь на этот счет? Не хочу А вот никого не ебил Ты теперь живешь с бездомной собакой Дочка, иди сюда Дочка подбегает Девочка к ней руку протягивает Дочка И кусает ее Вот теперь твоя мама Мы так решили Но с этим ничего нельзя было поделать Поэтому через пару недель Мои родители отвезли меня в Бостон Моя настоящая мать встретила нас в аэропорту Как-то она очень быстро восстановилась После шести лет комы Что она даже ходит, стоит там по аэропортам По милой и приятной Увидев меня, она сразу же заплакала А я же вовсе ничего не чувствовала Я лишь сжимала руку моей приемной мамы Не желая, чтобы та уходила Мы все вместе отправились в кафе Затем гуляли по городу Моя мама пыталась поговорить со мной Но я не проронила ни слова Родители провели с нами следующую ночь Да, жесткая ситуация какая-то Даже не знаю, что посоветовать этой маленькой девочке Ну, да Я не знаю Мне нечего сказать ей Сбеги от мамы А, ну так и есть Сбежала я от родной матери Ролик называется Утром я их уже не увидела На столе лежала маленькая записка Всегда помни Говорилось в ней К ней также прилагалось наше совместное фото Всегда помни, что ты приемная И мы тебе не родные Всегда это держи в голове Мы тебя, конечно, любим Но не думай, что мы оставим завещание на тебя У нас как бы... У нас все нормально Мы можем сами родить Злые, злые приемные родители Что это такое? Что это такое? Это оранжевая куча пластилина, а не тибер Что это такое? Покупала все, о чем я просила Она уже начала мне нравиться Но я все же очень скучала по своей семье Однажды, набравшись храбрости Однажды, набравшись храбрости Я сказала маме, что хочу назад Мама отвела меня в клинику Мне сделали лоботомию Теперь я не скучаю по своим бывшим родителям У нас все прекрасно Живем душа в душу Я спросила ее, можно ли мне посетить свой дом в Миннесоте Но она не позволила мне Она добавила, что понимает, как это тяжело Но для меня будет лучше отказаться от общения Прости меня, дорогая Я понимаю, что тебе тяжело Но из-за тебя, суки Я 6 лет проебала На лежание в кровати Пойми, блядь, уважение Где твое уважение? 6 лет из-за тебя? Из-за тебя, блядь, пролежала 6 лет, ты представляешь, как это много? Это вся твоя жизнь Всю твою жизнь Я пролежала в кровати Да ты мне нахуй не нужна, знаешь? Езжай в свою ебучую Миннесоту Я и без тебя проживу 6 лет, блядь, провалялась в кровати Я под себя срала А ты, маленькая дрянь, не можешь притвориться, что ты рада меня видеть Пиздец Ты знаешь, какие мне счета пришли? После вот всех этих 6 лет содержания меня как овоща И не с приемными родителями Да, я дом заложила Казалось, что нам обеим нужно начать жизнь с чистого леса Они сфоткали этого уродливого тигра Тут я вышла из себя Я так сильно хотела домой, что решила сбежать Сука, какая ты эгоистка Почему персонажи этих мультиков Все ебаные эгоисты, которые не способны посмотреть на ситуацию под другим углом? Собрав небольшой рюкзачок, я отправилась в путь Я нашла дорогу Знаешь что, давай-ка мы тебя на 6 лет посадим в тюрьму А потом делай, что хочешь Ну, конечно, меня поймали и привели домой после того, как я попыталась купить билет в один конец до родного города Мама была в отчаянии, и она приняла худшее из решений Она решила переехать в другой штат на юге, не сообщив об этом моей приемной семье Выяснилось, что там живут моя бабушка с дедушкой О, я знаю этого чувака справа Он тусил с бабой из Лас-Вегаса Женился на ней, смешной человек С которыми мама долгие годы не общалась Они понятия не... Рад, что у него все хорошо, нашел себе жену Ни о коме, ни обо мне Она также запретила мне звонить или писать приемным родителям Поэтому не давала мне их контакты Все, что у меня осталось, это семейное фото И вот это да, а что, из детей можно рабов делать как бы, приказывать им и не считаться с их мнением интересным Казалось, что у истории намечался счастливый конец Да, вот здесь нужно было бы закончить С дедушкой были рады знакомству со мной А также возможности восстановить отношения с дочерью после стольких лет Однако я постоянно думала о своей семье в Миннесоте Так продолжалось долго И вот я была уже подростком Ходила в школу, где у меня было много друзей Я невероятно полюбила дедушку с бабушкой И вот когда ей 16 лет, она такая Мать ей говорит Ой, бля, какая ты душная, выросла, такая ты надоедливая вообще Знаешь, что? Пизд Все, иди нахуй Иди нахуй У меня уже друзья Все, иди нахуй Я тебя больше не мать Иди, иди Пошла отсюда Жри, блядь, яблоки, пиздуй Она была строгой и постоянно все мне запрещала Я училась плохо Твоя мать пережила серьезнейший кризис в своей жизни Она, сука, 6 лет в кровати пролежала Лишилась своего ребенка И встретила его, вот, шестилетним Да это ужас просто Она, сколько, 9 месяцев тебя в животе оттаскала Впала в кому Как это вообще, это жесть Вы просто представьте, что она прочувствовала Она вот, ей говорят, сейчас рожать будешь Я такая, хорошо Что произошло? Ты 6 лет в коме пролежала Че? Че? Можно хотя бы на ребенка посмотреть? Да, конечно Ребенок приезжает, такой Ты мне не нравишься За что? Что я тебе сделала? Я, я, я чуть не сдохла, пока тебя рожала Я тебе жизнь подарила Ты в неоплатном долгу передо мной Я, меня прям злит эта девочка Но она, конечно, не виновата Виновата мать, потому что ты ебется с кем попал Твоя мать отчитывала меня за оценки Мы вечно ссорились И я начала ее ненавидеть Более того, для меня она оставалась той Кто разлучил меня и любимых приемных родителей Я ничего не знала об их судьбе И никак не могла связаться с ними Я отправляла письма по домашнему адресу в Миннесоте Надеясь, что их получат Но ответа не было Я не могла поверить, что люди, любившие и заботившиеся обо мне много лет Могли так просто позабыть Ну да, они собственного ребенка завели Должно быть, что-то не позволяло им написать ответ И, конечно же, я считала свою мать виновной во всем Я думала, что хуже уже не будет, пока не произошло следующее Друг сообщил мне, что устраивает вечеринку, пока его родители в отъезде Он пригласил меня и всех моих друзей Я спросила у мамы Она пошла, залетела, тоже впала в комнат 6 лет И потом такая Ааа, так моя мама не такая, сука Теперь я понимаю Вот, блядь, меня судьба как наказала Могу ли я пойти? Но она, конечно, ответила нет Она сказала, что сначала нужно исправить оценки А лишь затем думать о вечеринках И резонное замечание Какая тебе, блядь, вечеринка, если ты Хе, учиться не можешь Но это меня не остановило Когда все уснули Она дегенератка Она, сука, дегенератка Я прям, она меня злит Я отправилась прямиком на вечеринку Там я чудесно провела время с друзьями И пришла домой рано утром Но мама уже ждала меня в комнате Она была в ярости Мы никогда так не ругались с ней Мы кричали друг на друга И в итоге я сказала Ты не моя мать И никогда ей не станешь Я бросаю школу Вот так вот надо Вот так, со звоночкой Моим настоящим родителям Она ничего не ответила И просто удалилась из комнаты С каменным лицом Позже этим вечером Ко мне в комнату постучались Это был Это был дедушка Он говорит Никогда не гадали, глядя на человека Что там у него в голове Ааа Аа, я все еще в голове И тут все еще тесно Но я все еще помню Что мои хорошие друзья OneX имеют высокую надежность И широкую линию А при регистрации По вот этому промокоду Между моих глаз Вы можете получить до 6500 Бонусных рублей Ааа, выпустите Отмени все дела на завтра У нас будут похороны Твоя мама повесилась Она такая Блин, я хотела уехать в Миннесоту Тупая мама Но она же уже мертвая Ей все равно Можно я поеду в Миннесоту И дед такой Нет, ты должна присутствовать На похоронах Я тебя ненавижу Вот бы ты сдох И дед уходит с каменным лицом Потом бабушка заходит Такая Ближайшие два дня Ты никуда не едешь Она такая Блин, он что тоже повесился Она такая Блин, блин А можем мы их в один гроб положить Чтобы за один раз Их покоронить Она такая Ты ебнутая Ты ебнутая Все Уезжай в Миннесоту Дедушка Все эти годы Он был моим лучшим другом И поддерживал меня Он сказал Что неправильно и глупо Бросать в школу Чтобы просто позлить маму Затем добавил Что мы обе многое перенесли И достаточно настрадались Но мы должны попытаться понять И принять друг друга Он также рассказал Почему мама ушла из дома Много лет назад Она забеременела Но они с бабушкой Были против ребенка То есть меня Дедушка сказал Что очень сожалеет о содеянном Поэтому мама решила уехать И растить ребенка одна Ее парень тоже не помогал ей Поэтому она бросила колледж Чтобы зарабатывать на жизнь Эта маленькая Эта маленькая дрянь Просто поломала жизнь своей матери Просто поломала ей жизнь Она потеряла все Она потеряла своего парня Она потеряла свою семью Своих родителей Она потеряла свое образование Она потеряла 6 лет жизни Она потеряла свою молодость Можно сказать 6 лет вот то время, когда вы там, со скольки, не знаю, во сколько, в 16 она забеременела, в 17, с 16 до 22. Серьезный промежуток жизни, когда ты, ну, как бы общаешься со своими сверстниками, там, набираешься опыта, который ты можешь получить только в этом возрасте определенном. Вот это детство, юность. Она всего этого, всего этого лишилась, все это потеряла. И эта маленькая сука ведет себя, как человек, который писал вот этот сценарий. Он, ты хотел, чтобы вот люди ненавидели главного героя, вот они, чтобы хотели, всего плохого желали персонажу. Если да, то ты справился. Ей так и не удалось получить образование. Именно поэтому ее так беспокоила моя учеба. Теперь мне было стыдно. Я не представляла себе все... Блядь, у самой головы нет. Нужно, блядь, чтобы дед рентранслировал у тебя очевидные вещи в твою маленькую, тупую, пустую, выжженную, блядь, переписью бошку. К маме пришлось столкнуться в жизни. Прослушившись утром, я... Ой, мама, тебе оказывается тяжело было. Я что-то даже не думал. Я думал, я одна человек, и я одна испытываю эмоции и чувства. Ну, ладно, это бич всех подростков. Я пообещала не бросать школу и исправить оценки. Я спросила, почему мама никогда не рассказывала эту историю? Она крепко обм... Так, сука, сука, а ты, блядь, что думала? Ты думала, как, блядь, ты из воздуха взялась, что ли? Мне сказав, что очень сожалеет о случившемся с нами обеими. Она также признала, что зря запрещала мне общаться с приемной семьей, что этим она лишь усугубляла проблемы. Петарду ей в постель кинь, когда она уснет. Вот что. Им вручила мне билет. Билет в Миннесоту. Я глазам своим поверить не могла. Я отправлялась домой. Но, к сожалению, ни я, ни моя мама не смогли найти контактов приемных родителей. Прошло много лет, поэтому я отправила еще одно письмо по домашнему адресу в надежде на то, что свершится чудо. С чего вы? Я прилетела в аэропорт, но никто меня не встретил. У меня был адрес, поэтому я быстро нашла свой дом. Я не смогла его узнать. Нихера. Это не адрес. Это не адрес. Это рисунок. Сглядел точно так же. Меня сразу переполнили детские воспоминания. Я стояла на пороге, а мое сердце колотилось. Я долго не решалась позвонить в дверь. Наконец, я сделала это. Дверь открыла красивая женщина. Я точно ее не знала. Я спросила у нее про своих родителей. Глубоко вздохнув, она пригласила меня войти. Угостив меня чаем. Они мертвы. Зала мне всю историю. Оказалось, что как только моя настоящая мать забрала меня у приемных родителей, их дела пошли плохо. Они начали ругаться и постоянно обвинять друг друга. Это был их первый опыт удочерения, и он оказался очень болезненным. В итоге все закончилось разводом. Моя приемная мама уехала в неизвестном направлении. Это маленькая 16-летняя девочка, она столько боли в этот мир принесла. Столько плохих вещей. Для стольких плохих вещей она послужила причиной. Как? А как она вообще живет и спит спокойно? Она переехала в другую страну. Папа снова женился. Эта женщина стала его новой женой. Она родила ему ребенка. Так что, получается, у меня была младшая сестра. Но пару лет назад мой отец погиб в автокатастрофе. Я была убита горем. Казалось, что я приношу беды всем, кого люблю. Да, так и есть. Вот я об этом и говорю. Ты приносишь всем беды. Ты плохая. Твое появление это ошибка все-таки. Женщина показала мне дом. Я познакомилась со своей сестренкой, которая заняла мою... Она тебе не сестренка. Уходя, я спросила о письмах, которые я писала все эти годы. Она ответила, что у моей семьи сошлись во мнении, что не стоит поддерживать связь. Все считали, что так будет лучше для меня. Она также призналась, что прятала мои письма, так как сочла, что моему приемному отцу будет больно читать их, не имея возможности ответить. Теперь все сложилось. Из дома я отправилась на могилу отца. Затем прошлась по всем местам в городе, который... Дикая сцена какая-то. Я зашла в парк, где мы с папой играли в теннис. Быстро она отошла от горя. И в кафе, где мама покупала мне самое вкусное мороженое в мире. Я вернулась домой с одной... Я бесчувственная, блядь. У меня, блядь, при рождении какой-то сосуд в башке лопнула. Теперь я не испытываю эмпатии. Не могу представить, что чувствуют другие люди. Мне вообще похуй. Я психопатка. Эмоции не испытываю. Но с другой, в моей душе наконец воцарился покой. Я побывала в родном городе, выяснив, что здесь больше нет моего дома. Такой был... Те люди, которых я любила, расстались после того, как меня забрали. И батя умер. Ну, наконец-то в моей душе воцарится покой. Знаешь, что теперь мать несчастна, а отец умер, я могу жить спокойно. Какая ты сука! Да какая ты сука! Однако теперь я твёрдо знаю, что у меня есть любящая семья, где меня действительно ждут. Конечно, известие о кончине приёмного отца разбило мне сердце. И я до сих пор ничего не знаю о судьбе приёмной матери. Надеюсь, мне удастся её когда-нибудь отыскать. Эта поездка позволила мне успокоиться, приняв произошедшее со мной и обеими семьями. Я начала проводить больше времени с мамой, наши отношения наладились. Теперь я чувствую, что мне удалось отыскать своё место. Какой ценой, какой ценой ужасная история, ужасный человек. На этом всё. Ставьте лайк, если вам нравится эта жизнь. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы узнавать о них самым первым. С вами был Юлик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok